Бактерии это важнейшие участники симбиоза. Симбиоза, взаимовыгодные союзы. Про одну группу симбиотических бактерий мы уже говорили. Нормальная микрофлора, которая расселяет, допустим, кишечник человека, без которой невозможно полноценно переваривать пищу. А вот теперь такая справочка. Кролик совершенно не способен переварить ни капусту, ни морковку. Коровы и коза абсолютно не способны переваривать траву. Вопрос, когда они тогда идут? Только за счет, не только бактерий, там же и протисты работают, но только за счет симбиотического микрофлора. Время, когда они там еще работают, разрушают то, что не смогли работать с бактериями. Там интереснее. Что такие протисты, это мы с вами чуть позже поговорим. Это настоящая ядерная одноклеточная. Ну есть такой, допустим, жгутиконосец. У него несколько сотен жгутиков, вот это вообще целая бахрома. В крупных достаточно клетках жгутиконосец такая. Хорошо. Живут в кишечниках термин. Если на этого жгутиконосец под микроскопом посмотреть внимательнее, то в нем можно увидеть вот такие, кроме обычных органоидов, можно еще вот какие-то такие овальные пиццы выделить. А это кто такие? А это внутри протиста живут бактерии. Что делают эти бактерии? Они выделяют фермент целлюлаза, который может разворить целлюлозу. А живут эти жгутиконосцы в кишечниках термин. Вот такая многоступенчатая обработка. Термин – это установка, машина, для механического измельчения целлюлоза. У него вот такие челюсти. Он подходит к какой-нибудь деревяшке и превращает его в трубку. Закидывая эти опилки в себе пищеваритную систему. Сам пищеварит, который он, конечно, не может обсудить. Жгутиконосец захватывает кусок целлюлоза. Он одноклеточный, он может захватывать крупные твердые фрагменты. Бактерии, которые он не умеет делать, и засунул в тело. А вот здесь, за этот кусок, уже взялись целлюлозные бактерии. Разложили целлюлозу, получили сахар. Сахаром питаются не только бактерии, но и жгутиконосцы. Вопрос, а термин здесь при чем? Термин-то что достается? Остатки. Ага, остатки. То, что не может убежать себе ракутистерия. То, что не могут убежать себе бактерии, достанется жгутиконосцам. Жгутиконосцам не выйдет. Скажите, у него тело крупнее, чем бактерия или меньше? Ага, в результате будет ли он много терять? Вспоминайте соотношение между объемом и поверхностью. Не будет много терять? Не будет. На каждый участок объема у него приходится не очень большой участок. А для того, чтобы это понять, решим такую задачу. Вот, участники нашей кишечной микропороны. Припишем им среднюю скорость размножения, допустим, один раз в час. Делится бактерия у нас в кишечнике. Вопрос, сколько потомков одной клетки, не двух, как в прошлый раз, а одной единственной клетки. Мы будем иметь через сутки. 2,24. Каждый следующий участок произойдет умножение двойки самой на себя. 2,23. Попробуем оценить этот чисел. Как там? Это 1024 умножить на 1024. 2,3 умножить на 2,10 умножить на 2,10. 1024 в квадрате на 8. Это у нас просто 8, да? Хорошо. И 8,24. Ну, упрощенно будем считать 1000. 8 миллионов от одной бактерии за сутки. 8 миллионов. Исходя из этого, если у вас сегодня с утра в кишечнике обитает 1 грамм бактерий, 1 грамм, то завтра утром сколько это должно сидеть? 8 миллионов грамм, какие-нибудь разумные цифры переведите. 8 тонн. 8 тонн. Знаете, что-нибудь подобное с нами случается? В общем, вопрос, куда же они все, как-то деваются? Мы всегда им. А как? 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 Ну, во-первых, часть, естественно, идет на выброс вместе с непереваренными массами. Вместе с тем, что наша система просто не смогла переварить. Ну, скажите, пожалуйста, вы в сортир сбрасываете каждый день, там, несколько тонн? Это вредно. Да? Так что какую-то существенную часть этой массы это не может вставить. Вопрос остальных нет. Может быть, иммунная система все это контролирует? Еще раз. Газ превращается? Да, ребят, все намного проще. Иммунная система все это контролирует. Все намного жестче. Их переваривают и съедают наши гаммы. Кем реально питается верблюд? Верблюд же колючка или чем-то другим? Бактериями. Он создает пищевую массу для размножения бактерий у него в пищеварительной системе. Бактерии, используя эту пищевую массу, размножаются. А организм верблюда переваривает бактерии, получая все необходимое. Точно так же и коровы питаются не травой. А, ну, на самом деле, в данном случае, ребят, лучше не говорить слово «бактерия». Еще раз говорю. Там, кроме бактерий, обитают 100-500 разных других живых организмов. Прежде всего, это протисты, но есть и грибы, которые там запитают. То есть, это огромная, хорошо отлаженная, многообразная ферма по производству веществ, которые будут потребляться организмам, предоставившим квартиру. С человеческой точки зрения, может показаться как-то нечестно. Ну, симбиоты строят для нас столько-столько-столько еды, а в ответ благодарность мы их перевариваем. Ну, какая-то вроде подрядка, да? Ничего подобного. Ну, подумайте внимательно. А хорошо ли было бы симбиотам, если бы они все до одного выживали? Они бы потом просто съели бы все, что можно. Они бы вас съели. В первую очередь, сверхразмножение привело бы к гибели хозяина. А как только хозяин погиб, со всей группой симбиотов, что произойдет? Умирают. Да, они все, мы если успеем это уйти в цисту, если умеем, они, конечно, уйдут в цисту. А вообще-то для симбиотов выгодна или невыгодна смерть хозяина. Не умер. В районе не выгодна. Крайне не выгодна. Кто же квартиру будет? Еще раз. Ну, кто же их кормить будет? Ну, конечно. Да, кроме того, что кормить. Это существа, которые обитают, если они у вас кишечники, при постоянной температуре, при постоянной влажности, при многообразном постоянном наборе химических веществ. Что обеспечивает вот все это постоянство? Человек-человек. Ну, хозяин. Хозяин, все. Понятно? Так что, пожалуйста, не смотрите на окружающий мир сквозь призму диснеевских мультфильмиков, где все дружат со всеми, так все всем помогают, и все выживают, и ура! И никто не говорит. Под звездно-полосатым флагом, да. Они так не существуют. И всегда существуют. Вот с нас будет существовать. Мы реально необходимы друг друга. Но это не значит, что вообще никто никого не ест. Это абсолютно неизбывное свойство жизни, как явление. От этого свойства жизни избавиться невозможно. Если ты живой, значит, ты ешь других живых существ, другого на свете небогатого. Либо ты автотворка. Тогда будь добрый, иди на полянку и фокусинтезируй. Ну, кроме этого, кроме вот таких пищевых симбиозов, существует огромное количество самых разных, ну, допустим, достаточно кучерявых симбиозных, ну, допустим, достаточно кучерявых симбиоз между светящимися бактериями и некоторыми животными. Ну, у светочков все себя представляют? Да. А как работает их фонарик? Ну, хосфор. Ну, хосфор. Бедный светочок. Беломендарный хосфор, вот, скотение чистого вещества хосфора, чрезвычайно недависимо. Если в тело светочка засунули кусок хосфора, он коротко дрыгнулся и прекратил вообще все. Ну, конечно, будет светиться, но кроме этого ничего не будет. Другие идеи. У него внутри бактерии светящиеся. Да, именно так. В колонии светящиеся бактерии уже достаточно давно известно два вещества, которые как раз синтезируют эти бактерии. Одно из наименований дьявола – Люцифер. Слушай, так вы играете? На русский переводите. Удивитесь. Светоносный. Светоносный. Несущий свет. Люцифер – несущий свет. Одно из веществ в этой паре, которую мы с вами будем разбирать, называется Люциферин. На русский переводите. Светящийся. Светящийся, несущий свет. Второе вещество называется Люцифераза. Аз, значит, белок. Не просто белок, а какой белок? Фермен. В присутствии Люцифераза, если есть активированный отфермен, Люциферин вступает в химический процесс, результатом которым является сброс лишней энергии молекулы. Свет. Вспоминайте модель козы. Пастуха, который кормил паскоз. Отлично. Вспомните, что будет со слабой козой, если ее подкормить. Она пройдет на следующую ступень. Если накормить козу на вторую ступень. Она пройдет на третью. На третью. А что же делать, если накормить козу Шварцмейкера? Она порвет резиновый шнурок и убежит. Чисто больно. Возвращаемся к модели. У нас есть некоторый атом, на внешнем уровне которого находится электрон. Вот у него там еще есть уровни, нам они неинтересны. Нас интересует внешний электрон. Что можно сказать про энергию этого электрончика? Она не просто очень большая. Она максимальна для этого атома. Электроны более высокая энергия у этого атома есть? Нет. Нет. Он на самом верхнем энергии уровне. Чуть 4 энергии уровня. Если это гидрон, он кремный. Не так существует. Теперь, как можно накормить электрон? Мы это все время обсуждали. Повысить энергии электрона. У него энергию. Какую? Нибудь. Электрический ток. Или подошел, ну, электрон, как все это, вот механическая энергия. Энергия термогнитного поля. Дело в том, что термогнитное поле распространяется в мире неровным потоком. А можно себе представить распространение термогнитного поля в Сирии сверхкоротких, сверхмощных импульсов. Каждая такая неделимая порция энергии, как называется, словом обликует. Неделимая единичная порция энергии, квант. Квант. Единая, неделимая, минимальная порция энергии электромагнитного поля. Неделимая. Квант разделить нельзя. Ваши пальчиковые батарейки обладают некоторым энергофункциалом. Ну, те батарейки, которые где-нибудь там в плеере или еще где-нибудь. Можете ли вы использовать их мощность не на полную, а только отчасти? Но обязательно ли вы будете быстро реализовывать всю ту мощность, которая вложена в батарейку? Нет. Нет, не обязательно. То есть, можно этой мощностью пользоваться почистем. А энергии кванты нельзя пользоваться почистем. Квант либо есть, либо его нет. Есть, да. Ну, пример здесь может быть какой. Еще раз, квантование, это процесс разбедения на неделимые единицы. Как отквантовано Кока-Кола. Можете вы купить 75 грамм Кока-Кола. Нет, нельзя. А сколько можно купить? Литр, пол-литра, 0,33. Вы покупаете целую бутылочку. Можно ли купить 3 четверти бутылочки? Нет. Не бывает. Можно ли купить 1,25 суток бутылок? Не бывает. Как отквантованы ваши кроссовки? Кроссовки, босоножки, шлепанцы парами. В магазин попросить, мне пожалуйста, три вот таких кроссовки. Нет, вам продадут тогда две пары. Попросить можно, вам никто не даст. Вот что такое квантование, понятно? Деление на такую конфигурацию, которая дальше не делится. Отличное. Электромагнитное поле отквантовано. Такую малековую музею осветили. А свет – это один из вариантов электромагнитного поля. Квант света, который называется «потом», квант света, называется «потом». У него и не солнце. Выдарил его от электрона. Что будет с энергией электрона? Поверечится. Поверечится. Он на верхнем энергоуровне, что с ним будет? Бежать. Сбежал. При этом у него отрицательный заряд остался? Да. У него отрицательный заряд, как у любого электрона. Атом лишился электрона. Он остался атомом или в йом? В йом. Какой заряд у йом? С атомом. Конечно, не хватает электрона, у него плюс. А пересмотрим. Противоположные заряды. Что они должны сделать? Притянуться. Должны притянуться. Вопрос. Может, этот электрон вернуться к этому йому, превратив его опять в воду? Ну, нет. Не может. Что ему мешает? Наверное. Лишняя энергия, избыточная энергия. Вернуться он может только в одном единственном случае. Излучив пространство, избыток энергии. Вот если он сбросит лишнюю энергию, то он тогда нормально встанет на. Вопрос. В какой форме казанным выбрасывать еду? Ура! Ура! А это будет то же самое, чем ее кормили или слегка видоизмененная? Слегка видоизмененная. Фотон получил, извините, электрон получил энергию вот этого квадра. Вернуться обратно он может, если избавиться от этого излишка энергии. Скажите, характеристика полученного и перезвученного кванта будет в точности совпадать или нет? Слегка отличаться. Будет слегка отличаться, в частности. Будет лучше другого цвета. Типичный вариант про такую вещь, что без которого фотосинтез не идет, вы наверняка слышали. Хворофил называется. Но вот хворофил будет направлять энергию цвета на фотосинтез только в том случае, если он сидит внутри плеточных органоидов, которые называются хворопластом. Вот тогда энергия, которую получил хворофил, пойдет на создание органта. А это можно что сделать? Кстати, вполне этот эксперимент можно дома провести. Он несложный. Хворофил очень неплохо растворяется в спирте. Набрать зеленых листьев, нарубить их мелко. Залить 70%, лучше 70% раствором спирта. Можно это с обычной ложкой сделать. Но просто похуже пойдет. Там же там только 40% раствор, слабоват. Получите вы раствор ярко-зеленого, такого изумбутного цвета. Спиртовой. Не, намного более интенсивный, чем таком. Спиртовой раствор хворофил. Следующий вопрос. Молеку хворофил ведется ровно так. Она имеет электрон на внешней орбите, который взаимодействует с фотомом, светает. Только при фотосинтезе используется энергия вот этого, возврата электрона. Энергия разведенных зарядов. В растворе можно ее использовать? Нет. Там не было приспособления. Поэтому все электроны, которые удрали из сковорофила, рано или поздно вернутся в молекулы. Но что они при этом сделают из виском энергии? Перезвучат. Перезвучат. Вот пошло перезвучение. Вот это мы получили, а вот это мы перезвучили. Если сделать такую штуку, взять рожайочный стакан с спиртовым раствором хворофила, накрыться черной шторой, заглядывать в этот стакан и светить в этот стакан снизу панельку. Панель самобычный. Какого света лучше панель? Долбан. Ну, дневной свет. Белый обычный он называет. Отлично. Я сижу и свечу. Что начнется? Вы смотрите сверху. Хворофилл светится рубиново-красным. Откуда взялось бы? Самый зеленый цвет. Светки вы обычным панельком. Вопрос. Откуда взялось красное излучение? Из ниоткуда? Не бывает. Может, это смешанный цвет, зеленого из света? Нет, нет. Вот оно объяснение на доске. То, что вы уже... Скажите, вот этот панель, который излучен, обладает теми же характеристиками, как вот этот принятый? Нет. Вот это красное свечение с перезлученными патонами. Это то, что каждая молекулу сбрасывает. Точнее, не молекулу, а каждую электрону сбрасывает, для того, чтобы вернуться к молекулу. Вполне можно будет красивый, который получается. К чему я это все? Помните, было такое свечение, сами говорили, люциферин и люцифераза. Что делала люцифераза? Люцифераза катализирует реакцию, при которой один из электронов люциферина получает излишку энергии и слетает. Что он должен сделать, чтобы вернуться обратно? Сбросить энергии. Сбросить лишнюю энергию в виде лантов света. Только люциферин обычно будет сбрасывать электронный люциферин. Сбрасывать энергию не в красном диапазоне, а либо в голубом, либо в зеленом. Биологические объекты чаще всего светятся либо зеленым огнем, либо голубым огнем. Вот теперь более-менее понятно, как свится бактерия. Фермент катализирует процесс, приводящий с бронзу электрона с верхнего электронного уровня на люциферин. При обратном возвращении электрон перезвучает избыток энергии в форме квадрата. И, пожалуйста, вот вам видны света. Светящиеся органы используются очень многими живыми существами. В первую очередь, чемстоногими, но не только. Для самых разных задающих. Сейчас у нас жаркое лето, а если бы это было конец ноября и начало декабря, могли бы посмотреть, как светится орган. Дело в том, что в нем обитают такие микроорганизмы, которые называются ночи светки. Ночи светки, они разные бывают, но, как правило, микроскопические. Без микроскопа или толкового увеличения с ними трудно разобраться. Но размножаются они хорошо, только когда температура где-то в районе плюс 12. Температура воды. Ясно, что сейчас все ночи светки в классивной базе, им безумно жарко, потому что вода как фарное молоко. Хорошо. А теперь ночи светки не будет постоянно светиться. Она будет светиться в ответ на резкое изменение течения. Поэтому, если взять, набрать стакан воды, холодной морской воды, где-то осенью, опять же, накрыться вот так черным деревом, смотришь на этот стакан и щелкнул по стакану. Вы увидите неожиданно вспыхнувшую галактику. На секунду у вас здесь возникли яркие звезды, которые через секунду потухли. Это включили свои ржекторы, в том числе. Здесь никаких экспериментов не ставили. Сидите вы на берегу, такой ленивый прибой, бьет по гальке, камушку кинуете, гребете на лодке, капают капли свесел. Что с этим и каплим по дороге? Жилкий огонь стекает в свесел, огненный след вставляет лодка. Когда сам плывешь, ребят, вода плюс 12. При такой температуре купаться не очень много. Но если сам плывешь, то у тебя все тело, грудь, руки и так далее, покрываются зеленым огнем. Вот немножечко обеосвечения. Ну и под конец, наверное, самое главное про бактерии. Просто самое главное. Это уже достаточно редко люди осознают. Про симбиозы и про болезнетворные вещи большинство все-таки слышало. Ну а теперь, из каких органических веществ построены любые белки? Белки, жары, углеводы, нуклеиновые кислоты. Основное вопрос. Вопрос, можно ли построить нуклеиновые кислоты и белки только из углерода, водорода и кислорода? Нет. Что еще нужно? Азот. Азот. Итак, элемент сегодняшнего проазона. Итак, элемент азота. На нашей планете вроде бы практически неограниченная резервуар азота. Атмосфера. Атмосферный воздух, ребята, это 78% азота, 20%, 21%. На самом деле, как легко понять, это примерное процент кислорода и только чуть больше одного процента падает на все остальные газы вместе взятые, причем почти половина пары воды, порядочное количество газа аргона, благородного газа. А вот концентрация СО2 какая? на 8%. Ее уж полностью. Более целых, а на десятых. На 4 сотых. 4 сотых процента. Итак, СО2 имеет концентрацию. Примерно. 4 сотых процента. Концентрация, как видите, очень маленькая, но совершенно жизненно необходима. Она шеплодится. Вот кислот, нужен азот. Мы берем и вдыхаем кислород. Вдыхаем кислород. Вдыхаем кислород. Вдыхаем все чудесно. Ну и с азотом, вероятно, так же. Черт, аж два. Дело в том, что у азота на внешнем электронном уровне три не спаренные электронные окна. Поэтому, если два азота встречаются, между ними замыкается вот такая крайняя ковалентная сеть. Очень прочная? Она настолько прочная, что азот крайне неохотно вступает в химические реакции с другими веществами. И ни одна элгриота взять и использовать азот из атмосферы не может. Но есть на нашей планете бактерии, которые способны окислять молекулярный азот. Окисленным молекулярным азотом уже гидратами и нефритами могут пользоваться растениями в Суакину. Как раз используют окисленный азот для построения аммиака, белков, аммиака, спасения. Растительная продукция, пользуясь и мусором. Уберите таких бактерий, называются они азотфиксаторы. Те бактерии, которые окисляют атмосферный азот. Уберите их с планеты. Что произойдет? Все умеют. А понимаете, что остановится вся жизнь? Даже бактерии умеют. Не азотофиксирующие бактерии не умеют использовать азот. Точно. Эти вирусы остаются. Они же не остаются. Нет, на самом деле, бактериальная жизнь от этого не деградирует. Останутся такие редуценты, вы сейчас узнаете. Существа, которые питаются некромассой, то есть уже погибшими телами. В этих погибших телах азот акисленный, так можно. А вот существа наши, в своем теле, конечно, погибли. Растения погибли. Жизнь на нашей планете без бактерий представляется совсем не так. Без бактерий жизнь неустойчива, разваялась. Без бактерий. Ну, во-первых, совершенно невозможно получить такие привычные, я думаю, для вас продукты, как соленую капусту и хвашину, тем более капусту, и соленые огурцы или помидоры. Не выйдет ничего. Йогурт, творог, молочнокислая продукта. Это результат работы строго определенных групп молочнокислых бактерий, которые работают с молоком и с продуктами, которые в конечном итоге получаются из молока. Бактерии используются для получения огромного количества лекарств. Бактерии используются в технологиях, как это ни странно. Иногда для таких процессов, где даже голову не придет, что там какой-то биологический метод. Ну, допустим, есть нефтедобывающий промысел. Где-то там, вот землей, у нас пласты насыщенные нефтью. Люди пробурили дырку и оттуда, поскольку земля все худая, забил фонтан, нефтяной фонтан. Но по мере того, как человечество все забирает и забирает нефть из этого пласта, что с давлением пласта? Уменьшается. Уменьшается. Через некоторое время фонтан сам собой будет бить? Нет. Надо включать насос, чтобы откачивать. Но в конечном итоге, когда вы уже откачали уже очень много, насос начинает требовать столько мощности, потому что давление там совсем упало. Бог знает откуда. Мы же оттуда забираем, что давление сегодня падает. И насос работает все сложнее. Ну и в начале 20 века такие месторождения просто приходилось закрывать и запрасывать. Но нельзя нефть оттуда достать, хотя она там еще осталась. А потом что придумали? А делаем очень просто. Вот у нас поверхность земли. Вот здесь где-то нефтяной пласт придет. Вот это наша скважина. Вот здесь стоит собственно сама вышка. Здесь аппаратура по приемному и распасовки нефти. Месторождение давно эксплуатируется. Давление в нем упало настолько низко, что насосы нефть поднимают с гигантским трудом. А после этого что делаем? Не хотим мы закрывать эту скважину. Там же нефть еще есть, хорошо бы и ее взять. Дело очень просто. Через скважину вносим сюда бактерии, которые обитают как раз в нефтяных и газовых пластах. Они питаются этим веществом. А при питании превращают часть материала нефти в газовое вещество. Беру я один грамм жидкости, я сколько получил в этом случае газом. Взял один грамм жидкости и превратил в газ. Один грамм газа. Масса никуда не делается. Закон сохранения массы. На объеме скажите, пожалуйста, сколько миска занимает один грамм жидкости? Чуть-чуть. Один грамм газа из этой жидкости. Вы представляете, если часть вещества вот здесь в пластеле перешла в состояние газа, что с давлением? Не просто увеличилось, а увеличилось многоправно. В результате уже окажется мертвый нефтяной слой неожиданно активировался настолько, что у меня вообще фонтан загрел. Насос можно снимать. Мы получили избыток давления за счет чего? За счет деятельности бактерий. Они все нефти не съедят. Что? Они все нефти сейчас не съедят. Нет, все не съедят, не выйдет, слабо. Во-первых, во-вторых, газ, который при этом происходит, горючие газы. А человек только в нефти заинтересован, или в горючие газы тоже? В газах нет. В результате потеряет ли что-нибудь владелец этой скважины или нефти 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 Идея-ка понятна? Так что на самом деле значение бактериальных сообществ в жизни людей переоценить сложно. Оно исключительно высоко.